Садгуру, то, что вы говорите, звучит для меня очень логичным и понятным. Но в то же время вы с размахом отмечаете религиозные праздники Махашаваратри в центре йоги Иша. Такие фестивали выглядят как устаревшие ритуалы, поэтому мне хотелось бы узнать, какое значение Махашаваратри имеет для молодежи. А какие праздники имеют для вас значение? Разберемся с этим. Может, только День Святого Валентина? Но и это тоже религиозный праздник, Святой Валентин. Так что же такое Махашаваратри? В Индии 365 праздников в году. Да. Сегодня по экономическим причинам и ввиду того, как мы выстраиваем свою работу, большинство из них сошли на нет. И может, только пять или шесть празднуются с размахом. Практически все индийские праздники связаны с календарем. Мы стараемся делать что-то, чему благоприятствует происходящее в этот день в остальной части Солнечной системы. Почему это важно? Потому что то, что вы сейчас называете своим телом, этот человеческий механизм, произошел из этой планеты. Большинство людей не поймут этого, пока их не похоронят. Им кажется, что они пришли откуда-то там. Нет. Это тело. Солнечная система формирует его, словно гончарный круг. Поэтому все, что происходит с Солнечной системой, в какой-то мере происходит и с вами. Так что в соответствии с наблюдением за тем, что происходит в Солнечной системе, мы создавали определенные праздники и совершали определенные действия. Итак, в ночь Махашваратри, особенно в Северном Блошарии, или только в Северном Блошарии, происходит естественный подъем энергии. О, все эти энергии я вам не верю. И не нужно. Просто сядьте на берегу в полной луне и посмотрите, разве вода в океане не поднимается? А ваше тело? На две трети состоит из воды. Почему же вы считаете, что вода внутри тела не поднимается? Все жидкости в организме поднимаются. Если вы ляжете в эту ночь, то, когда энергии пытаются двигаться таким образом, вы так или иначе мешаете им. При этом вы не только теряете возможные преимущества, но и можете навредить себе на очень тонком уровне. Это все имеет для вас значение, только если вы хотите быть полноценным человеком. Говоря полноценным, я имею в виду, что вы хотите раскрыть себе все способности, которые только можно раскрыть в человеке. Вы наблюдаете за всеми этими небольшими изменениями, которые происходят в системе, и пользуетесь этим. Поэтому вы хотите сидеть прямо, с прямой спиной в эту ночь, когда энергии движутся вверх, вы хотите помочь им подняться еще выше, а не двигаться вот так. Поэтому мы создали то, что называется джагаран, что значит не засыпать и держать спину прямой. Как сделать так, чтобы люди не ложились и сидели прямо? Если их просто посадить, думаете, они будут сидеть? Нет. Их нужно развлекать. Так что в эту ночь мы устраиваем празднование с шести вечера до шести утра. Двенадцать часов подряд. Музыка, танцы, медитация. Мы сделаем много всего, чтобы никто не уснул. Я покажу вам миллион человек. Всю ночь, на протяжении всей ночи, ни один из них не будет спать. Те из вас, кто привык к ночным вечеринкам в пол первого, в час или в два ночи, вы уже спите? Нет. Ночь заканчивается, когда встает солнце. До этого мы не спим. Субтитры создавал DimaTorzok